Добрый вечер, дорогие телезрители! Пятница 20.40 и в эфире Республиканского телевидения программа «Один из нас», которую веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И на этой неделе в поле зрения одного из нас была ситуация с содержанием домашних животных. В понедельник Александр Демичкевич, ученик одного из средних профессиональных учебных образований, в Мархе подвергся нападению двух собак, обстоятельства, содержания которых до сих пор, скажем так, выясняются. И с нами на прямой связи глава Мархе Николай Ксенофонтов. Николай, вы слышите нас? Да, 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 добрый день, слышу. Да, хотелось бы от, скажем, человека, который ответственен за данный микрорайон, услышать обстоятельства того, что произошло. Какие там, возможно, факты, которые явным или косвенным образом указывают на то, что было какое-то нарушение. Что удалось выяснить в данном моменте? Ну, вчера, получается, на Маганском тракте на седьмом километре. Алло, алло. Да, да, да. Ага, вчера на Маганском тракте на седьмом километре. Это район дач Маганского тракта. Сорт Кискюр-1. Оттуда поступил звонок, что напали собаки на подростках. Мы сразу же выехали. Вперед нас выехали ловцы на жилком сервисах. То есть по приезду как бы собак не было. Мы вместе с жилком сервисом начали поиски по участкам и расспрашивать соседей. Ну, выяснилось, что действительно собаки были хозяйские. Кавказская овчарка и алабай белый, как, наверное, вы, может, видели на фото. Собак нашли, ну, как бы, сразу же не стали стрелять. Из-за того, что вы, наверное, слышали последние резонансные события по жилком сервису, да? Да. То, что на них там духантеры пишут и прокуратуру, и полицию. Мы дождались сотрудников полиции. Как бы, поставили акт, что действительно собаки агрессивные. Ну, и в комсервис приступил, как бы, к отлову. Ну, тут, в принципе, да, по информации соседей, они сказали, что действительно в декабре месяце, как бы, хозяйка скончалась этих собак. Сожитель неизвестно где. Примерно узнали, где они проживают, эти собаки находятся, на каком участке. Установили участок, полиция тоже состояла акт. Сейчас, в настоящее время, они ведут розыск этого мужчины, жителя, чтобы принять соответствующие меры. Собаки на свободе? Собаки, я так понял, отловлены, да? Да, собак, они отловили. Все ясно. Хорошо, спасибо, Николай, за более чем исчерпывающую информацию. Ну, из первых курсов. С Александром нам связаться не удалось. Он сейчас находится в медицинском учреждении. Запись программы ведется во вторник утром. Так что, то, что Николай говорит вчера, это более чем актуально. И я хотел бы представить сегодняшних наших спикеров. Это кинолог, профессиональный же кинолог, да? Да. Профессиональный кинолог Людмила Московских и ее воспитанник Зафар, мой старый знакомый. И народный депутат республики, который, можно сказать, косвенно пострадал от всей этой истории со спорами вокруг правил содержания собак. Вокруг закона о собаках, о животных. Да, о законах. То есть, у него была законодательная инициатива о ужесточении порядка содержания домашних животных. Не инициатива законодательная, а предложение, скажем. Уже предложение. Да, предложение. Пока только предложение. Да, и хороший сальсарский общественник, старый тоже мой знакомый, Алексей Куприянов. Давайте мы сегодня попробуем просто в цивилизованных очень рамках, господа и дамы, я призываю, и Зафар тоже, призываю в очень таких цивилизованных рамках еще раз поговорить. Дело в том, что не секрет абсолютно, я, возможно, тоже отношусь к этой категории еще раз, да? У меня когда-то были две крупные собаки. Есть люди, которые, ну, не могут себе представить жизни без домашних животных. Кошек, собак, хомячков, кого угодно, да? Улиток даже. Есть люди, которые органически не выносят присутствия каких-либо животных, кроме себя самих. Человек ведь тоже животных. Высшая категория животных, да? Животного мира. Не совсем, да? Ну, скажем так, есть аллергия, есть реакция на запахи острые. Как вот этим двум, ну, я не скажу лагерям противоборствующим, да, но, скажем, двум группам людей, которые составляют, на самом деле, большие населенные пункты, уживаться вот в пределах этих населенных пунктов, городов, поселков, сел вместе в добрым мире и здравии. Здравие – это самое главное, потому что пример Александра, он для всех пример. Ну, прежде всего, это уважение друг к другу. Без уважения друг к другу не будет никаких рамок, не будет никаких границ дозволенного. Я всегда говорю, что люди имеют право любить собак. Мы собак любим, мы их содержим, но мы не имеем права мешать тем, кто собак не любит. Не каждый человек обязан увлекаться нашим увлечением, так же, как я, не обязана увлекаться там мотоциклами или машинами, если они мне, ну, как бы, не очень-то интересны. Поэтому должны быть правила содержания, правила выгула. Естественно, никакого самовыгула не должно быть. Естественно, никакого размножения не должно быть собак, потому что откуда берутся бездомные собачки? То, что плодятся на улице, их мало, и они очень быстро погибают. А в основном люди завели собачку, потом начинают ее вязать. Я говорю, зачем вы это делаете? Для здоровья. Нужно же, чтобы она стала мамой? Я говорю, кому нужно? Ей нужно. А потом щеночков не смогли отдать, и мы их подбрасываем в подъезд или еще куда-то. И вот отсюда все и начинается. То есть это, прежде всего, ответственность человека. Никак иначе. В животном мире, в дикой природе, там идет саморегуляция численности. В крайнем случае, когда численность превышает, уже люди как бы отстреливают тех же самых волков или опасных зверей. Здесь вся ответственность на человека. Вот вчерашняя ситуация в Мархе, да, мы уже представили со слов главы Мархе, что была некая женщина, возможно, в пожилом возрасте, да, которая завела крупную породу собак, содержала их, уделяла им внимание и ласку, я так понял. А ее сожитель, ну, просто не смог, ввиду определенных, может, каких-то психологических... Может быть, даже и не нужно ему это было, поскольку, мы же не знаем, как и что там произошло. Но факт остается фактом, что собаки остались никому не нужные, собаки опасные, собаки большие. И как там что произошло, что там делал подросток, как это все... А если у вас Зафар останется без вас, ну, скажем, условно, да? У меня есть родственники, которые собаку заперут однозначно, собака одна не останется. У нас в свое время была Бочковская Александра Борисовна, у которой, по-моему, пять немцев было. И когда человека не стало, а она была знаменитым кинологом и дрессировщиком... Это Владислава Бочковского родственницы, да? Да, по-моему. Все, в принципе, навыки от дрессировки, которые я знаю, по дрессировке, это от нее. И когда ее не стало, два клуба объединились и стали пристраивать этих собак. Вот по собаководам, кто увлекается этим делом серьезно, просто распределили этих собак, забрали люди, разобрали. Ну, взаимоподействие, да? Вот это была сложная ситуация, потому что собак много, собаки крупные. Ну, просто у людей, я говорю, разные ситуации. Ну, а потом у них, как сложилась судьба у этих собак? Ну, они доживали до старости, доживали у людей сидеть. Ну, я не то чтобы в защиту, я аргумент такой скажу, что хоть мы считаем, что все мы помним историю, когда госпожа Ахмедова допускала очень острые обвинения в адресах. Достаточно радикальные, скажем. Да, достаточно радикальные. Но, еще раз говорю, аргумент в защиту. По крайней мере, собаководы, они не такие, как сетевые вот эти маркетологи и так далее. Они не навязывают свои убеждения кому-либо. Ну, не согласен, абсолютно. Значит, вот уважаемая Людмила, да, вот она обрисовала сейчас такую очень хорошую, ну, можно сказать, даже благостную картину того, что, значит, происходит с нашими, значит, друзьями, с нашими, значит, самыми близкими, значит, ну, особенно на севере. Да, вот. Это одно. Я понимаю, что профессиональное обращение, значит, с животными, значит, оно вот объединяется, значит, какие-то клубы там и так далее. Я это понимаю. Но, помимо этого, значит, знаете, что существует? Вот такое вот безответственное отношение к собакам, которое вот привело чуть ли не к человеческим жертвам. Значит, мы несколько лет назад были, значит, ну, скажем так, информированы, да, вот, о том, что какие-то собаки там рассерзали человека там и так далее. То есть, речь идет о том, что вот эти собаки бродячие, значит, они образовались, они имеют место быть в нашем городском социуме, и они уже ведут самостоятельное существование. И они довольно-таки агрессивны. Вот как с этим быть? Значит, уважаемая Людмила говорит о том, что какие-то правила, да, вот, я считаю, что, значит, по примеру, значит, нашего уважаемого депутата, да, вот, надо вводить какие-то более строгие законы, более строгие требования и штрафы, какие, чтобы, такие, чтобы, значит, впечатляли тех людей, которые должны быть ответственны за своих собак. Так, собака это, вот, особенно вот такая вот, да, вот, которая сейчас у нас в студии есть, да, вот, это оружие, а не, значит, там, домашний какой-то питомец там и так далее, да, любимый друг там, я понимаю, но это, это оружие. Это любимица, это компаньон, но охранная собака это оружие однозначно. Я понимаю, вот на этом, как говорится, у нас проходит два-дораздела. Охранная собака это однозначно оружие, это однозначно ответственность. Да, соответственно, с такими правилами обращения оружием, да, мы должны иметь четкие, да, вот, четкие, законодательные, уложенные, да, вот, чуть ли не, значит, ну, такие жесткие правила, да, вот, приводящие к ответственности. Ну, как наличие сейфа, скажем так. Наличие сейфа, ну, в смысле у... Наличие вольеров, да, вот, нашим... Да, 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 как у владельцев огнестрельного оружия. В этом вопросе изначально должна быть аксиома, ну, так скажем так, постулат такой, да, что населенный пункт, город, село, неважно, да, это естественная среда обитания человека. Ну, да. Ни собак, ни животных. Вы что, предлагаете тогда... Я имею в виду, что здесь должны быть наши правила. Вы, вы... Значит, правила, которые защищают нас, прежде всего, прежде всего, наших детей, наших бабушек, наших граждан, которые проживают в черте населенного пункта, в естественной среде обитания. Ну, то есть, в смысле, правило, которое главнее, да? Да, правило. Которое, говорит, жизнь человека выше всего. Жизнь человека выше всего. Вот это вот самое правило. Это однозначно. С этим никто же не спорит. Это однозначно. Жизнь человека превыше всего. Тем более, если ваш ребенок, не дай бог, попадет в стаи, вы что будете об этой стаи думать? Вы, конечно, будете думать о своем ребенке. К сожалению, стая нападает на слабых, на беззащитных. То есть, на детей, либо на стариков. Если будет мужчина здоровый, с огромной палкой, конечно, далеко не каждая собака близко подойдет. Вопрос звучит немножко по-другому. То есть, жесткие меры – это кардинальный отстрел. Вот я в отношении себя что могу сказать? Я за отстрел, допустим, одноразовая. То есть, у нас очень много собак, очень много собак по районам. Нельзя ни в коем случае отстрелить в городе. Ни днем, ни при детях, ни ядом, когда собаки мучаются. Закон запрещает при детях. На окраинах города один раз, как я вижу, исправление ситуации. Один раз сделать отстрел на окраинах города и потом ввести отлов собак, привоз в пункт передержки. Людмила, давайте сразу после рекламы мы начнем с вас же опять. Вот насчет окраин, насчет центра. Я в чем-то согласен, в чем-то, может быть, поспорю. Реклама сразу, прямо сейчас. И мы остановились на мнении Людмилы Московских, профессионального кинолога, о том, что в общественных, можно сказать, местах, да, то есть на виду жителей города и так далее, какие-то меры по утилизации собак в открытую предпринимать не стоит. Да в общественных местах их шибко-то. Она одна-две штучки бегают, их нету. Они сбиваются в стаи на окраинах. А на окраинах люди просто не могут ходить. По Седгиляху не могут ходить. Дома далеко от дороги. Сайсарский мог бы не было. Сайсарский огруг, на Грессе. То есть, я говорю, это окраины. Чтобы решить конкретную ситуацию, собак сейчас очень много, очень-очень много. А так как сейчас идет период, что девочки сейчас как бы в охоте, мальчики начинают агрессировать из собак. Вот мое видение ситуации. Единожды произвести отстрел на окраинах и потом, согласно законодательной базе оставшихся, мы отлавливаем, привозим в пункт передержки, а там могут быть и хозяйские, которые теряются. Если хозяин потерял свою собаку, пусть он приезжает, пусть он огромный штраф платит и забирает свою собаку, а остальных стерилизовать и выпускать. И рублем надо наказывать разведенцев, которые собак разводят, а потом подбрасывают. Что собак, что кошечек. Сначала мы их размножаем, не разводим, разведение совсем другое. Сначала мы их размножаем, а потом мы их начинаем или шантажировать по соцсетям, заберите, либо я усыплю, либо утоплю, либо вы начинаете подбрасывать подъезд. Даже группа существует, спасая жизни якутц, которые, грубо говоря, на этом шантаже и держатся. К сожалению, федеральный закон запрещает отстрел животных, запрещает, которые приводят именно к смерти, там, увечьями, там и так далее, и так далее. Только отлов и только после того, как передерживаются, значит, ну, как бы скажем так, стерилизовать, да. Еще плюс ко всему, с 20-го года, после отлова и стерилизации не имеют права утилизировать, скажем так, их отпускают. С 20-го года. То, соответственно, я считаю, что федеральный закон, который принят, он, кстати, недавно принят, и он будет, постепенно будут вводиться, статьи эти вводиться будут, они все-таки не учитывают региональные особенности. Ситуация, допустим, с собаками там в Краснодаре, где там более-менее там, скажем так... Ситуация с крысами, они могут... В Краснодаре мало собак. Да, мало собак, там и так далее. А у нас, значит, ситуация такая, что, ну, как бы скажем так, и мы мусорный вопрос никак не можем решить, да. И у нас есть достаточно много мест, где собаки могут, в принципе, пережить зиму, там, теплотрассы, там, под домами, там, прочее, так далее, так далее. То есть, соответственно, мы пока что не можем обеспечить ограничение появления вот этих вот бродячих собак без хозяина, без никого. Поэтому я законодательно буду вводить, значит, предложение в части того, чтобы регионам дать все-таки возможность самим решать определенные направления. Смотрите, я понимаю, значит, я абсолютно согласен с утверждением народного депутата, значит, собаки... Вот очень важная мысль у него прозвучала, да, вот я бы хотел его разбить. Значит, вот бродящие собаки, они уже давно уже живут своим самостоятельным социумом. Значит, они уже сбили стаи, это уже социум, вы согласны, да? Значит, далее, вот этот социум существует уже независимо от человека. У него есть, значит, свои источники питания, у него есть свои источники размножения и так далее, да? То есть, это говорит о том, что мы имеем дело не просто с бродячими какими-то собаками, с которыми что-то надо делать, да, вот. А уже организованный социум, здесь необходимо еще и изучение. Вот я не знаю, да, вот где эти изучения проводятся, вот этих вот, где концентрируется там и так далее, да? Вот это очень важно было бы. Психологию животных вы же знаете как никто, давайте. Давайте я вам отвечу. Да, давайте. Смотрите, вот эти стаи, которые сбиваются, это не одни и те же собаки каждый год. Собаки, живущие в нашем регионе, в холодах, не доедая на улице, они гибнут, массово гибнут. А добавляется новый прилив, вот от тех собачек, которых подбросили в подъезд, от тех собачек, которых отпустили на самовый гул, они повязались, получили щеночки и вот так вот все идет. Эти данные чем подтверждаются? Есть изучение как-то? Или это ваше личное утверждение, убеждение? Это мое личное. А, ваше личное убеждение? Это наблюдение, наблюдение. Даже возле моего дома, даже в окрестностях каждый год разные стаи, разные собаки, разные стаи. И наблюдала, что собак травит, собачки, которые бегали, бедные, лежат отравленные и средь бела дня, и бьются в конвульсиях, и дети стоят. Вот это вообще страшно. И каждый год стаи меняются. Опасность в стае, когда туда попадает домашняя хозяйская собака, уверенная в себе и еще, не дай бог, наученная кусать человека. Потому что бездомные собаки, они человеку не доверяют, они не пойдут на него. И сделай малейшее движение, что я сейчас что-то подниму в тебя, кину, она убежит. То есть мы не знаем, да, ареал обитания и кочеве, вот этих вот стаи собак, мы не знаем схеме передвижения. Сто процентов утверждать, что собаки, значит, боятся человека, и они будут убегать, это, я думаю, это животное. Это проверено на мне, на самой. Ну это субъективное мнение. Я сама попадала в стаи не раз в середину стаи. Меня, конечно, не рвали очень сильно, но нападала именно... Нет, а будь на вашем месте ребенок, как Саша. А будь ребенок... Мы же сказали, что она слабого западает. Один будет нападать, пойдут все подкусывать. Подкусывать по чуть-чуть, но будут все. Ну что значит подкусывать? Подкусывать, это значит, я кусок сбежал. Наученная собака хватает, хватает, давит и не отпускает. А почему бы вот департаменту, тому же ветеринарии, департаменту, ну, скажем так, тем структурам, которые, ну, научно-научной базе, как Алексей говорит, я соглашусь здесь с ним. То, что должно быть какое-то изучение и так далее. А то, что вот это явление носит сезонный характер, я согласен. Да все каждый знает. Я судьбе согласен, потому что век собаки не долг. Я понимаю. Они попадают под машины, их травят, они от холода умирают, от голода и так далее. Нет, ну они быстрее... Возможно. Нет, они быстрее создают стаи. Точно не знаем. Они быстрее создают стаи. Я понимаю, но как Ахеллы же там в течение 13 лет, чтобы такого... Ну, естественно, это не 13, не 10 лет, но они быстро сбиваются стаи. Это уже... Поэтому они в центре города идут человек. Они быстро создают внутри себя собственную. В центре города идут люди, собаки не нападают. Их одна, два, три штучки. Они ведут себя очень адекватно. А вот когда они сбиваются на окраинах в стаи, и когда... Речь не об этом идет. Единичные люди двигаются, да. Вы подтверждаете меня. Конечно, там кавказы могут бегать, там могут алабаи бегать. Это вообще опасно, очень опасно. Если бегут просто дворовые, еще можно пройти, но встретите эту собаку, я говорю, да не идите вы туда. Либо вы прижмитесь к заборчику, стойте, не шевелитесь. Мне очень отрадно, да, Дмитрий, услышать это от профессионального кинолога. По светофору дорогу переходит. Да, совершенно. Меня удивлял даже вот такую картину. А почему? Потому что такую собаку не раз сбивала машина слегка. И она уже поняла, наблюдая за людьми, она уже научилась. Возможно, возможно, да. Но вы сами признаете о том, что на окраинах, да, действительно можно отстрел производить. На окраинах это большая проблема, чем в центре. Ну, я за то, что не каждый год единоразово произвести на окраинах отстрел хорошие, а потом на законодательной базе отлавливаем, привозим в пункт передержки, стерилизуем хозяйские. Все, очень хорошо, прекрасно. В любом случае. То есть они признают вашу позицию. Еще одна ремарка. Людмила, а кто должен заниматься вот этим регулированием, скажем так, собачьего вопроса на окраина? На окраина? Только департамент. Муниципалитет, да? Ну, Дмитрий. Наверное. Понятно же, что департамент ветеринарии передал свои полномочия муниципалитетам. То есть есть распоряжения, по которым именно с бездомными, там, прочими, собаками, животными, занимается муниципалитет. Ну, соответственно, им в части, там, из бюджета регионального и субсидируются, там, прочее, так далее, так далее. Но этих средств недостаточно, потому что вообще по собакам надо решать комплексно. То есть это и мусорные баки закрытые должны быть, да? Да, да, да. Это и ужесточить, допустим, паспортизацию, чипирование там, животных, там, и так далее. Да, это у нас, допустим, на законодательном уровне повысить, может быть, даже штрафные санкции, да? Есть людей, которые действительно плохо обращаются с животными, там, и так далее. Потом, если смотреть по площадкам в углу собак, Людмила меня подтвердит, наверное, в городе у нас только два места, официальных места, где можно выгуливать собак. Вот именно, что площадок для в углу нету. Да, по сути, по законодательству должен быть запрет на самом деле. А вообще... Места в углу нету собак, ты не имеешь права содержать собак. Почему мы должны в городе содержать собаку? Вот скажите мне. У меня друг, у меня охранник, я иду поздно вечером. Вы кого-то боитесь? Однозначно. Вы думаете, не было нападений, что ли? Я понимаю. Были нападения? А почему люди ходят с оружием, с ножами, с пистолетами? Ну, опять-таки, с разрешения. Владельцы собак пошли дальше, они уже объединились в клуб любителей животных. То есть это уже общество. Я согласна, что серьезную собаку охранники, охранную собаку, далеко не каждому можно доверить. И человек должен какую-то справку хотя бы о психическом своем состоянии предоставить. Естественно. Потому что мало ли какие у человека комплексы, амбиции или еще что-то, и для чего он и берет, и на кого он там будет ее куськой травить. Сейчас же нет такого. Сейчас нет такого. Я завожу, к примеру, Ротвейлера, никто меня не спросит. Никто не спросит. Никто не спросит. И это неправильно. Это неправильно, да. И стерилизация, там прочее, тогда это уже ваше, как бы, уже желание. То есть это надо поставить под какой-то законодательный контроль. Вот второй тезис, да, вот профессиональный кинолог подтверждает, да, собака, это все-таки как оружие. Охранная собака. Охранная собака. Охранная собака. Какая собака? Любая. Есть лабрадор, который очень мягкая собачка. Я тут поспорю с вами, да, есть служебные собаки, к которым относится Изафар, это элита. Они могут, то есть на изначальном уровне, даже будучи вот такими маленькими щенками, в качестве противника видеть животных. Таких пород мало. Это доберман, немецкая собака. Служебные собаки. Служебные собаки. Служебные породы. То, что вот, к примеру, один из мифов Людмила подтвердит, вот то, что бойцовые собаки и так далее, это угроза для человека. Если ребенок стал на четвереньки, да, он видит перед собой четвереногое животное. Обычной ситуации бойцовая собака может воспринять в качестве врага только себе подобного. Дмитрий, я возражу вам, да, значит, даже маленькие вот такого вот размера песики, да, вот, они имеют обыкновение, да, вот, нападать на людей, особенно на детей, на женщин, понимаете? То есть это тоже агрессивная ситуация. Это проблема воспитания, прежде всего, людей, хозяев, конечно. И если вы обращали внимание, да, вот, то у владельцев собак, скажем так, особенно с его характера, у него и собаки водятся особенные, да, ну, с таким... Ну, собака похожа на свою хозяину. Похожа на свою хозяину, там, и так далее. Да, даже и внешне. То есть это наше продолжение какое-то, правильно? Психологическое. То есть какой-то женщине, какой-то мужчине, да, вот, чего-то не хватает, и он восполняет этим заведением какой-то вот определенной породы собак, правильно? У всех свои намерения. То есть это наше психологическое продолжение. Намерение. То есть недостатки-то в нас. Вот сейчас, вот, буквально недавно... Я тут допущу, Павел Ильич, ремарочку в адрес Алексея. А чем, к примеру, баллонка опасна может быть? Баллонка. Или терьер. Ребята, сколько раз они мне вцеплялись в щиколовку? Министерство внутреннего дела буквально недавно выпустило, согласно федеральному закону, список опасных животных, ну, собак. Да, есть такой список. Есть такой список, где очень много там пород там внесли и так далее. И сейчас вот, допустим, собаководы, скажем так, общественность, которая защищает собак, они опять-таки выходят с претензиями, что некоторые породы внеслись неоправданно. Ну, то есть их надо было... Ну, некоторые породы, в принципе, да, там достаточно мягкие породы по характеру. Значит, дальше вот после этого списка должно быть все-таки какие-то разрешительные, значит, оформления документов, по которым ты вот этих пород имеешь право содержать. Список-то они внесли и запрет на выгул без наморника внесли. Ну, вы предоставьте площадки для выгула собак. То есть это муниципалитет должен заниматься обеспечением надлежащего места. Я считаю, что полностью перекладывать на муниципалитет такие вот затраты, я считаю, это как бы на самом деле... Нет, вы вводите хозяевам, владельцам определенное ограничение. Если вы вводите... Давайте сразу после рекламы мы... Хороший градус начинается. Другому не так. Реклама прямо сейчас. Мы продолжаем программу «Один из нас». Моя улыбка это не из-за того, что я считаю ситуацию смешной. Просто Зафар, я представлял большую охранную стражевую собаку, и учитывая все эти моменты, когда я сталкивался с Зафаром, он ввелся абсолютно по-другому. Но, видимо, ситуация сейчас немножко другая. И мы остановились на том, что я согласен. Людмила говорит, хорошо, вы ввели определенный перечень собак, которые опасны для сосуществования в городской среде. Извольте обеспечить некой инфраструктурой. Давайте... Площадки для выгула. Муниципалитет должен учитывать при застройке, при планировании новых территорий, площадки для выгула собак наравне с теми, которые... Как и детские, да? Ну, а с другой стороны... Я тут спроецирую ситуацию на обеспечение инфраструктуры для молодых семей и так далее. Одно и то же, в принципе, говорят-то. Не, ну, с другой стороны, если мест в углу собак нету, то и, в принципе, разрешать нельзя. Собаки уже есть. Собаки уже есть. А законодательство введено сейчас. Вот и рекомендируйте. Оно с 20-го года еще. Нет, она уже действует. Она поэтапно будет вводиться. Но в любом случае, я считаю, что все-таки после того, как этот список появился, мы должны дальше идти по ужесточению. То есть должны быть разрешительные документы, должно быть там чипирование, паспортизация и так далее, и так далее. То есть мы должны повышать ответственность... Я думаю, здесь... Дима, мы должны повышать ответственность гражданина за свое животное. Должны повышать вообще осознанность человека, для чего он берет собаку и зачем. Ко мне очень много обращаются, и я им разговариваю с людьми. Я говорю, не надо вам собаку, не надо. Людмила, смотрите, вот когда я свой пост выставил на фейсбуке, что необходимо все-таки сначала жесткие меры, временные жесткие меры. И в принципе Людмила согласна тоже. Временные жесткие меры, которые отрегулируют это в какой-то момент. И все-таки потом все-таки комплексно подходить к этому вопросу. То есть и мусором, и так далее, и так далее, и так далее. Достаточно много людей накинулось на меня, говорили о том, что вот там живодеры, там прочее, так далее, так далее. Но я хочу здесь вот в эфире повториться, что я народный депутат. То есть за меня проголосовали люди, которые ко мне каждый день обращаются и просят, умоляют, чтобы мы законодательно защитили наших граждан, особенно детей, от произвола, который сейчас происходит из-за бродячих собак. Поэтому я не боюсь того, что подбергаюсь критике в части там живодерства, и так далее, и на законодательном уровне я со своими коллегами буду все-таки настаивать на том, чтобы региону передали какие-то полномочия. Это раз. Во-вторых, все-таки мы тезисно понимали одно, что населенный пункт это естественная среда обитания человека. Это два. И в-третьих, животное, ну собака, да, это все-таки оружие. И она должна иметь какие-то разрешительные документы. То есть мы получаем, допустим, ружье, да, мы получаем, мы проходим психиатра, там прочее, так далее, так далее. Нет, Людмила с этим согласна абсолютно. То есть мы над этим должны быть разрешительными документами. То есть, соответственно, как только идет паспортизация, чипирование, там и так далее, и так далее, мы должны посмотреть и хуап в том числе. То есть, если, допустим, твоя собака искусала человека, ты все-таки должен нести ответственность. Вплоть до того, что добровольно должен утилизовать, да? Кстати, в советское время так и было. Я помню своего дядю, ныне покойного, у которого была собака достаточно маленькая, в сельском дворе, да? Вы представляете себе ситуацию. Пришел председатель сельсовета и сказал, или сам убей собаку, или это сделаем мы. Нет, если она нечаянно покусала, и... Нет, это в советское, 70-е годы. Я согласна выплатить штраф, извиниться, прилюдно, выплатить штраф, оплатить лечение. Но ответственность хозяина еще раз говорит, чтобы собака не покусала. У меня собака серьезная, у меня собака находится в наморднике и в общественных местах. Собака, которая уже искусала и почувствовала кровь, и почувствовала страх человека, я не думаю, что она это не повторит. Полная большая вероятность, что она повторит. Это тоже зависит от характера собаки, от нервности. Мы не должны быть уверены в том, что собака не искусает. Если свободно собака бегает, это уже угроза. Я помню, как в детстве меня маленькая собачка искусала. Я учился во втором классе, жил в Аллахе, и на меня накинула собака. И после этого владелец, хозяин, выходит из дома и говорит, что он не кусающий, он не кусается, он так балуется. Вот это лицемерство. Владельцы действительно так думают, что он же играется, что ты, он же играется. Я говорю, ваша собачка уже не играет. Но для меня, одно мягкое место у меня было укушено, уже очень больно было. И плюс шок. И такой стресс, который долго не проходил. Поэтому я тоже с очень большим осторожностью отношусь к всякого рода клубам любителей животных и так далее. Они тоже пестуют вот это отношение. Понимаете? И лицемерят. Очень сильно лицемерят. Мы законодательно повязали муниципальным органам руки. Мы финансово их не поддерживаем. Скажем так, не мы, это в качестве бюджета разных уровней. И потом требуем от них каких-то решений, хотя, хотя, безответное отношение к животным, это все-таки исходит от нас самих. От человека однозначно. То есть мы создаем проблему. Деньги-то выделяются. Все вместе мы создаем проблему сначала. А потом требуем от, значит, властей решить эти проблемы. И в итоге мы приходим к какому-то тупику. И вот сколько я здесь живу, в городе Якутске, да? Вот весна наступает, и сразу начинается проблема с собаками, с мусором, со снегом, с туалетами. Должно быть воспитание от самого маленького поколения. Ответственное отношение к собакам. Что бездумно мы их не заводим. А если завел, что несем ответственность. Что собака это все-таки живое существо. И существо со своим характером, которое оно уже ребенок. А как мы их должны воспитать? Нет, давайте я вспомню. Ответственное и дыманное отношение. Как ответственность воспитать нам у людей, владельцев этих собак? Вот как? Взрослых сейчас только рублем. По-другому они не поймут. Хорошо, тогда законодательство. А маленьких надо воспитывать. Мы ходим в школы, мы ходим в детские учреждения. Мы показываем, что такое собака. Объясняем, как с собакой нужно. Стоит заводить, не стоит. Что делать, когда стаи бегут, как себя вести. То есть мы ведем работу. Я веду работу со своими ребятами, которые у меня занимаются на дрессировке, приходят ко мне. И моя позиция, если ваша собака, даже породистая, не является племенной ценностью. Вас, кинологов, в городе нашем, сколько человек? Профессиональных? Профессиональных. Не так много, но в принципе, я считаю, что не такая же позиция, как у меня. Я подозреваю, что капля в море. Не так много, но у них такая же позиция, как у меня. На самовыгул не выпускать. В пределах 50. Хорошо, а владельцев вот этих собак, кто считал? Вот сколько у нас в городе владельцев собак? Нет, ну давайте перейдем опять же в зону, скажем так, конфликта. Это частный сектор, это дачи. Уважаемый Афанасий Агитович, вчера тоже в фейсбуке пост допустил. Потому что, находясь в частном секторе, он как бы персональный тролль же, поэтому мой личный, поэтому я тоже могу себе. Живя в частном секторе, нельзя обойтись без собаки, согласитесь? Да, я не согласен. Нет. Нельзя. Спросите у Павла Валерьевича, сколько собак у него дома. На уровне инженерной техники. Алексей, Алексей, давайте спросим Павла Валерьевича. Павел, у вас есть собака? Да, у меня собака есть. Живите в частном секторе? В частном секторе. У меня большая собака Рекса находится в Валере. Маленькая дома. Как вы думаете, зашел чужой человек, ну, малознакомый человек в дом, маленькая собака, имеет право его облавить? Имеет право. Конечно. Потому что это его территория? Это, во-первых, ее территория, и дома всегда находится хозяин. А гость в шоке, в стрессе. Дома всегда хозяин. Нервные клетки как-то подвергаются. Ты посключил дверь, собачку уберут, тебя пригласят зайти, и никакого шока. Сам по себе истошный лай. А приходить в гости без приглашения? Когда появляются дети, тем более чужие дети, мы чернику берем и привязываем. Ну, то есть мы создаем условия для того, чтобы... Это называется ответственная отношение. И мы создаем условия для того, чтобы маленький человечек, чтобы он мог спокойно гулять, играть, отдыхать. Ущерб интересам черники, да? Естественный ущерб. А какой у нее интерес? У нее интерес погавкать на ребятишек, побегать за ними. А, значит, Рекс у меня гуляет только на привязи. То есть я с Валерой выпускаю, и на привязи с ним гуляю. А потом обратно в Валерой, и все. В ограде на привязи гуляет? А? Или за оградой? За оградой. За оградой, да. Но в ограду-то вы ее все равно выпускаете для охраны территории. Нет, ну она в большей степени в Валерии находится. Но Валерия достаточно большой вид. Достаточно большой, чтобы она... Давайте вспомним заголовки. Мэр в шоке от собак-людоедов. Вы имели же разговор с руководителем муниципалитета. Я думаю, что это в большей степени муниципальный вопрос. Потому что у муниципалитета все-таки больше механизмов в плане и создания условий, скажем так, таких как плачат. Это переданные полномочия, скажем так. Переданные полномочия. А кем переданы это? Ведеральные? Департаменты ветеринарии. Это все-таки... Ну, департамент ветеринарии, что ли, должен быть отслеживать? Я имею в виду муниципальный налог. Вот почему... На содержание животных. А почему, когда вот речь идет о животных, в целом о собаках и так далее, на сторону уходит департамент ветеринарии? Почему его нет? Где оно? В кустах. У меня такое чувство, что все полномочия свалены на муниципальную власть. Как будто только муниципалитет этим должен заниматься. На самом деле, это должны быть комплексные меры. Да, должно быть объединенное управление. Естественно, естественно. А мы комментарии от ветеринарии, ни одного слова даже не слышали, не читал даже. Что там происходит? Единственное, что у них на сайте вывешена новость о списке МВД про собак и все. Не, ну возьмем такие, к примеру, переде издержки, вернее. Какой-то город на Среднем Западе, в Соединенных Штатах Америки. Есть шериф, есть мэр, который объединенно регулирует любые самодурственные акты. Запрещено, допустим, иметь шесть пальцев. Если человек родился шестью пальцами, берут и отрубают. Давайте мы в Якутской городской думе тогда такие же правовые акты примем резко повышающие штрафы, резко повышающие налоги и всех поставим под учет. Давайте, я абсолютно за. Ну, мы этим путем и будем двигаться. То есть, в законодательном уровне мы будем... От низов к верхам, да? Хоть как, хоть как. Алексей, на законодательном уровне мы этим будем двигаться однозначно. Почему Гордума регулирует, скажем так, обращение с животными в плане натравливания на медведя? Тогда на уровне и кемян. Почему они, нет, не могут в то же Рязани, в Калуге, в Якутске, в Тикси, да, какие-то правила ввести, которые бы регулировали, опять же. Мы помним, как возмущалось сообщество охотников, когда ввели ужесточение в плане притравки собак, да? Помним. Помним, да. А почему это не должно относиться к потенциальному, скажем так, потенциальному оружию? Зафар, он душка. Но еще раз. Ну, душка рядом с Людмилой. Конечно. Рядом с Людмилой. А нет, будь Людмила в темном переулке, и я в развалочку, вот так вот подходя к ней, рискую получить от Зафара... Собака однозначно сработает. Однозначно. Однозначно. По крайней мере, он встанет в воздухе и начнет рычать и облавивать. По закону она должна ходить... Павел, Павел, если бы все... Наморники, да? Наморники должна ходить. Если бы все те, которые объединены в эти кинологические клубы, в ассоциации и так далее, они бы были как Людмила, проблемы бы не было. Абсолютно. Не было бы проблемы вообще. Просто есть безответственные люди, которые... Утьютьютьютьютьютью, какой щеночек, а щеночек вырастает вот в такую корову. И я подозреваю, их 90%. 99. 99 даже, да. Поэтому я и говорю, да, спрашиваю, вас сколько? И менталитет, кстати, висущий. У нас, ну, я бы сказала, что... Дорогие друзья, опять же, вот на таком эмоциональном тоне мы вынуждены прерваться на рекламу, и мы вернемся к завершающей части к нашему острому разговору. Мы не первый раз сталкиваемся с тем, что, используя какой-то повод, в нашем случае, вот, Николай в начале нашего разговора сам подтвердил, то, что жилкомсервис, у кого есть прямая обязанность, скажем так, по отлову собак, по утилизации... Опять-таки завязан руками. Завязан руками, исходя из-за недавнего инцидента с той же Златой Сычевой, да. Очень прискорбно, конечно, что Злата сегодня не пришла, не нашла... Наверное, после инцидента с ребенком, у него все-таки, наверное, мнение... Моральное право поуменьшилось, да? Возможно. Но еще раз говорю, наш регион не в первый раз сталкивается с атакой извне. Естественно. Извне, скажем, я более чем уверен, общество собаководов очень консолидировано. Организовано консолидировано. Пример всем нам. Всем нам пример, да? Но надо, наверное, все-таки побольше патриотизма нашим, опять же, столпам собаководства, кинологии, проявить в плане того, чтобы... Ну, живете у себя там Калуги, да? Или там Дюссельдорфи. Там и устанавливайте свои правила. А у нас здесь есть свои региональные особенности. Я извиняюсь, здесь север. Север, представьте, без собаки. Нет. Нет? Тайгу, уйдите без собаки. Нет. Нет? Но в городе собак быть не должно. То, что... Нет. Совершенно не согласна. Нет, это немножко радикальный подход. Одна из сторон, да? Да. Я что хочу сказать, да? Вот когда я на своей странице в Фейсбуке выложил только малейшее предположение, что надо все-таки ужесточить, надо заниматься стерилизацией. На этот пост закинулось очень много комментариев. Очень много комментариев. Заходили через мессенджеры и так далее, и так далее, и так далее. Мы должны вместе сделать нашу среду комфортной. Нашу среду комфортной. Ни в Москве, ни в Питере. И мы не должны поддаваться на их провокации, что вот вы такие, и всякие, и так далее. Мы здесь создаем общество, которое должно относиться уважительно к животным. Да? И прежде всего. И должно относиться уважительно к друг другу, к человеку. У нас есть пример Карины Чекитовой, да? Которую спас ее щенок. Замечательный пример, еще раз говорю, гармоничного сосуществования животного и человека. Мы на то и, я думаю, высшие формы животного мира, чтобы не поддаваться на какие-либо проявления радикализма. Ни с этой, ни с другой стороны. И еще раз. Ни в коем случае. Есть механизмы, в том числе муниципальные, республиканские, почему Павел Валерьевич здесь и представляет. И особенно, самое главное, на федеральном уровне. И федеральные законодатели, они не должны уравнивать Калининград и Якутск. Естественно. Они не должны смотреть условия содержания благополучной Московской области. Региональные особенности, я думаю, при содержании животных, они должны учитываться. Это однозначно. Это однозначно, но при содержании. Ну, естественно, при содержании. А не при том, что отстреливать, не отстреливать. И вообще, как и что с этим делом быть? Мы не можем сейчас изменить федеральный закон, но отстрел он запрещает, скажем так. Только можно уцеплять там и так далее. Поэтому мы все-таки будем вносить. Я своими коллегами отработаю. Мы будем вносить именно, чтобы в каких-то аспектах регион решался сам. В части вот так же, как... Это опасно в том плане, что, еще раз говорю, у нас город и наш регион делятся кардинально на людей, любящих собак, и которые их ненавидят. Не просто не любят, ненавидят. Нет, ну что значит делать? И если дать разрешение действовать жесткими мерами, будет просто мастовое уничтожение животных и не только бегающих. Я не делю людей на тех, кто любит или не любит. Я не права, я говорю, ваше регион. Либо мы ее ненавидим, ее надо убрать, ее надо уничтожить. Из городов вообще, из городов вообще. Те, кто ненавидят, это скорее всего те люди, которые подвергались нападению собак или в детстве. Вот он корень проблемы в шестилетнем возрасте, Алексей. Или близких там искусали. Если бы, допустим... Меня в детстве кусали собаки, в юношестве очень жестко кусали, я собак люблю. Кто-то из близких пострадал бы из собак, мы скорее всего превратились бы, наверное, в тех, кто не поддерживает, значит, скажем так, животных, скажем, да, собак имеется в виду. Поэтому тут делить людей, я думаю, не надо. Надо говорить о том, что надо соблюдать законы. Надо вводить хорошую законодательную базу, надо урегулировать все эти вопросы. И законы, прежде всего, должны, вот я бы до этого уже говорил, законы должны быть именно, отвечать нашим тезисам, которые я сейчас до этого озвучивал. Первое, это населенный пункт, это естественная среда обитания человека. А человек задержит собаку, человек же заводит животных. Нет, и бывают же ситуации, когда есть собаки-поводыри, да, есть собаки, которые, ну, определенным образом. То есть мы требуем пандусы, извиняемся, пандусы требуем. А почему нельзя обеспечить площадки нормальные для выгода? Хотя бы застройщику обязать. Вот ты строишь новостройку, строишь новостройку, изволь, вот ты вкладываешь деньги в детскую площадку, ты о людях позаботился, да, а почему ты не можешь... Ну, в нормах проектирования, конечно, на новых кварталах обязательно это надо учитывать. Обязательно? Обязательно надо учитывать. У каждого второго в нашем городе есть собака. Да, профессиональные сообщества, такие как вы, да, допустим, они все-таки выточнены, должны выходить с предложением, если там... У вас же тоже есть право инициативы. Когда общественные слушания идут, да, какие-то там, по развитию кварталов там и так далее, да, вы все-таки должны выступить с тем, чтобы учитывать... На округах. Таким образом, вы уже заранее закладываете, значит, свои проектные, значит, решения там и так далее, наличие вот этих собак там и так далее. А как быть тогда с теми людьми, которых, наверное, я частично представляю, да, вот, что собак мне должно быть, да. И, значит, власть, значит, по моему, значит, требованию, по моему посылу, да, вот, должна бороться за то, чтобы собак не было вообще в городе. Но это нереально. И, ну, реально, нереально, это второй вопрос, да, вот. Главное, мой посыл, о том, что город, это не место для собак. Село, пожалуйста, значит, но город нет. Вот я так вот даю посыл власти. Ой, я так понимаю, Алексей хочет сказать, наверное, бездомных собак, безхозяевых собак. Бездомных, безхозяйных, бродячих, больных. Но собаки, которые профессиональные, которые профессионально содержатся, да, которые имеют разрешительные документы, там, чипирование, паспортизацию, они имеют место быть. Поэтому есть практика Европы, есть закон у них, есть большой налог на приобретение, когда ты приобретаешь животное. У нас есть большой налог на приобретение собака. Обводите потихоньку, небольшой даже налог, обводите правила. У нас ничего нету, так давайте разрабатывать и внедрять. Я по объявлению беру собаку, бесплатно, беру собаку и начинаю его содержать. Как я воспитываю, что я с ней делаю, это уже ответственность моя только. Так я вам и сказала, что вот идет агитация, проголосуй за меня, ходят по квартирам. Так пройдись по квартирам, обязуйте кого-то, чтобы они прошли, посмотрели, кто живет, сколько животных живет, переписали. И не содержится ли в квартире Алабай? Переписали всех, да даже если и содержится. И списка опасных животных. Даже если и содержится, и его правильно содержится, правильно выгуливают, почему нет? Ну, ответственность должна быть. Все по правилам, все на законодательном уровне. И естественно, и система штрафов, система налогов. Но это не должны быть огромные налоги. Потому что у нас есть кинологи и звучки, которые несколько собак держат, и профессионально этим занимаются. И будут платить они, а с маленькими собачками вытворяешь, что хотят? Тогда имеет, наверное, смысл провести городской референдум по поводу того, что содержать собаку в городе или нет. Смотрите, вот то, что они эшелонированы, то, что они организованы, то, что они лоббируют очень яростно свои интересы. Нет, давайте я корректировку к словам. Городской референдум по отношению к бродячим собакам. Да. Бродячим собакам. Речь не идет о хозяйских собаках. Еще раз, если бабушка божьей одуванчики содержит йоркшерского маленького токусенького терьера, да? Достаточно агрессивного. Не пойдешь же, не отнимешь ее, допустим, да? Я согласен, что когда большие, Кавказ, Алабай, немецкая овчарка, Ротвейлер и так далее. Вот тут должен реально быть механизм наделения хозяина полномочиями содержать такие крупные породы. Совершенно верно. Абсолютно в этом смысле. Это оружие. Какой-то должен быть отчет, я считаю, да? Отчет, допустим, референдум. Ну, можно, наверное, проводить референдум, якобы не сторонник этого, да? Я считаю, что все-таки должна быть проведена большая перепись. То есть мы же делаем перепись там, допустим, граждан, перепись там, да, сельскохозяйственная перепись там и так далее. То есть для того, чтобы начать, надо подготовиться, провести перепись, провести черту, что вот мы переписали. Просто я не люблю вот этот жест, но в данном случае... Черту подвели, сколько у нас животных? Легальных животных. Да, легальных животных. Легальных животных, которые в вольерах. Все переписали, да, все чипировали, паспортизацию провели. Дальше уже, ужесточать уже законы, уже. Надо ужесточать законы. С нелегальными, которые сбиваются в стаи, которые... Но, еще раз, наше время завершается, к сожалению, потихонечку, да? Но давайте тут некий, как человек, который предоставил площадку, скажем, и радикалам с этой стороны, и... Я не говорю, что Людмила радикал. Я не говорю, что вы радикал тоже. Алексей сидит в роли радикала, да? Я скажу, не надо кидаться идеями, там, создавать гетто для собаководов. То есть, давайте мы вас отселим куда-то на окраины и так далее. И не надо тут проводить разграничения в части того, что если ты вообще не приемлешь то, что собака друг человека, то тебе не место в наших рядах. Еще раз, радикализма хватает с обоих сторон. И наш регион становится, к сожалению, используя вот такие поводы, областью атаки для очень многих нездравых сил, которые зачастую извне. И случай с Александром, который в Мархе произошел, тоже, возможно, послужит каким-то триггером. Я призываю прислушаться к тем здравым мнениям, будь то из профессионального сообщества кинологов, я со многими аспектами Людмилы согласен, и со здравыми аспектами, еще раз, представителей огромного количества сообществ. Депутат на то и депутат, он представляет Сайсары, да? А там бабушка говорит, мне в магазин нельзя выйти, на меня собаки кусают. Я, прежде всего, отвечаю перед своими избирателями. Правильно. Поэтому еще раз говорю, я не говорю, как Леополь, давайте жить дружно. Нужно искать выход. Выход всегда есть. И он зачастую зависит от тех органов, к которым мы обращаемся прежде всего. Это округ, это город, это район. Дальше уже идет? Это мы. Это мы. Самое главное. Да. Увидимся ровно через неделю. Это была программа «Один из нас». Продолжение следует.